Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Здравствуйте. Настало время программы «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Слушатели, вы можете задать вопрос нашему гостю на сайте kirova.ru. Там же есть видео и трансляция нашего эфира. Вот сейчас во втором части дневного разворота очень активно обсуждали тему сбора пожертвований на лечение детей больных. Гражданские активисты наводнили улицы нашего города. Я чуть ли не каждый день с ними встречаюсь. Я не жертвую. И судя по опросу, который есть на нашей странице ВКонтакте и на сайте kirova.ru, большинство тоже сталкивается с этими людьми, с подростками, и деньги не жертвуют. У вас есть вообще рецепт решения этой проблемы, Олег? Вот уполномоченный Владимир Шабардин говорит о том, что законодательство очень несовершенно в этом отношении. Они пользуются этим и продолжают собирать средства. И какая часть из них доходит до конкретных больных ребятишек, неизвестно. Я считаю, что законодательство в части регуляции некоммерческих организаций вполне достаточное для осуществления всех функций контроля. Более того, оно даже избыточное. То есть некоммерческие организации могут проверяться кем угодно, когда угодно, по какому угодно поводу. А здесь поводов очень много. Если разбирать ситуацию с этими так называемыми гражданскими активистами, это несовершеннолетние, с которыми трудовые отношения оформлены как попало. Есть конкретный пример. Заставляют их разрешение от родителей. Писать собственноручно и подписывать вместо родителей. Трудовая инспекция, требования к ЗОТО по поводу... Там же очень много тонких вещей по поводу законодательства о труде несовершеннолетних. То есть проверка организации по поводу соблюдения условий труда. Чем не проверка? Кто ее пытался сделать? В частности, в Кире или в других городах. Они же волонтеры, они же вроде не работают. Ну что значит не работают? Денежные вознаграждения получают. Это еще надо доказать получают. Если они не получают официально с уплатой всех налогов, а получают наличными средствами в темную, значит это повод для налоговой. То есть это налоговое правонарушение. Ну то есть зацепиться всегда есть за что, просто конечно это надо доказывать, собирать документы, ловить за руку, фиксировать. Конечно этим надо заниматься. То есть вы считаете, что если как можно больше инстанций всевозможных привлечь и будировать эту тему, и заниматься этим упорно, не линяясь, то в общем-то можно найти какое-то решение. Хорошо. Продолжаем наш разговор. Я планировал начать с другой темы, конечно с профильной для Олега, именно с некоммерческих организаций, но я об этом чуть позже поинтересуюсь. Просто тут кое-что произошло и интересно узнать ваше мнение. Накануне 21-го числа в нашем городе открылся таки штаб Алексея Навального на улице Ленина. И далее ранее, вернее, руководитель штаба Артура Абашев анонсировал это событие. Оно несколько раз переносилось. И вот сегодня ночью свершилось ЧП. Об этом написал Артур. У него сожгли машину. Артур напрямую так вот не написал, что он связывает именно с открытием штаба Навального это происшествие. Он написал, что в совпадение я не верю. Вот открытие и сжигание машины. Для вас очевидная связь? Ну, мое личное мнение, что связь очевидна. То есть у нас не каждый день у общественных деятелей и представителей оппозиции сжигают машины. Ваш коллега по ОНК. И в принципе у Артура Абашева нет каких-то других конфликтных дел. Настолько, чтобы жечь машины. То есть мне кажется, что это радикализация крайних мнений по поводу политики, общественной деятельности. И это очень нехорошо. Это звенья одной цепи и с яркими высказываниями по поводу и оппозиции в целом. И поведение самой оппозиции. Это очень нехорошо, когда процессы радикализируются. То есть раньше все хотели того, чтобы оппозиция могла, имела право сказать... Указывать на какие-то недочеты, чтобы они исправлялись. Для этого и закон о публичных мероприятиях. Так, ну хорошо. Вот оппозиция начала это делать. Но опять же это встречается в штыки. И представителями власти, и представителями так называемой патриотической общественности. А может власть не ожидала такого подъема оппозиционных сил? Ну ожидала, не ожидала. То есть, понимаете, сейчас получается так, что и сам протест, и действия по нейтрализации этого протеста, они радикализируются. То есть нет спокойного диалога. Нет обсуждения, а как нам дальше жить в каком-то конструктивном русле. Становятся все больше жесткими, звериным оскалом. Общество поляризируется. То есть, одни уходят в одну сторону, другие уходят в другую сторону. И эти люди перестают понимать друг друга. Люди совершают разные действия, уже агрессивные. Если так пойдет, если продолжить такой тренд, ну что будет следующим шагом? То есть, там, избиение, погромы, смерти и так далее. Ну да. Ну я думаю, тут логично перейти. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Читал ваш пост по поводу высказываний журналиста, да, телерадиоведущего Владимира Соловьева. Вы написали, что ничем-то хорошим не закончится. Его скандальное интервью в эфире радиостанции Вести ФМ, когда он назвал пришедших на митинги в Москве. И самые нелестные выражения, и дерьмо, и мажоры, и это дети оппозиционеров. Вы написали о том, что ничем хорошим это не закончится, да? Ну да. Ну смотрите, когда подобные фразы начинают вбрасывать медийные фигуры, то есть, каждое слово которых повторяется тысячекратно, комментируется и так далее, это становится намного опаснее. Потому что, когда разговоры идут просто на кухнях, люди имеют свое личное мнение. Они его высказали друг другу, обсудили, пришли к какому-то мнению, ну и ладно. Но когда вот эта риторика агрессивная, с недопустимыми выражениями, выплескивается через средства массовой информации, через медийные фигуры, это становится действительно страшнее, это действительно опасно. А господин Соловьев, он вообще отдавал себе отчет, на ваш взгляд? Что это, в общем-то, под статью попадает. И я абсолютно с этим согласен. Петиция, да, в интернете появилась, подписи, сбор подписей за то, чтобы в отношении Соловьева было возбуждено дело по статье «Ненависть либо вражда, равно унижение человеческого достоинства». Я накануне, например, подписал эту петицию. Ну, я сейчас не подписываю петиции, потому что я не верю в механизм сбора подписания петиции. Мне кажется, что вообще формат такого подписания петиции – это такой пароходящий в свисток. Которые эти подписи, ну куда они потом? Кто их потом читает? Ну хорошо, это ваша позиция. А вот по поводу того, отдавал ли он себе отчет? Он должен был себе отдавать отчет. И там любой человек, там любой публичный человек, там любой известный человек должен там 10 раз подумать, прежде чем сказать какие-то резкие грубые выражения, потому что его слова могут там превратно истолковать и принять как руководство к действию. У нас много разных людей с разным пониманием. А есть ли человек, который формально, неформально, но по факту является одним из рупоров действующей власти и как-то интерпретирует поведение нынешней власти, организует телеэфиры, радиоэфиры в поддержку действующей власти. Если он использует такие выражения и такое описание ситуации, должны ли мы это воспринимать как позицию власти команды ФАС? Интересно. Должны или нет? Вот я не знаю на самом деле. Согласована ли личная позиция Соловьева с теми людьми, с которыми он координируется? Я тоже на данный момент не могу четко ответить, конечно, на этот вопрос. Но на ваш взгляд все-таки наговорил господин Соловьев на эту статью-то возбуждение ненависти, унижение человеческого достоинства? Мое личное мнение наговорил, но, опять же, это вопрос подачи официального заявления в правоохранительные органы. То есть не петиции, а именно правоохранительные органы. И правоохранительные органы должны этот эфир разобрать. И если есть заинтересованные, а я знаю, что там заинтересованные есть, и, по-моему, уже исковые заявления там поданы, то делу пусть дается официальный ход. Ну, если честно, я не верю, что российский суд осудит телеведущего за его высказывания в прямом эфире. Ну, вот чисто по-человечески я не верю, что это состоится. Кстати, когда я посмотрел этот видеоролик, сразу вспомнился ответ Усманова Навального, такой бесцеремонный, когда он сказал «Тьфу на тебя». И вот, по сути, Славьев то же самое сделал. «Тьфу на этих людей, которые пришли». Ну, да. И якобы портить праздник, День России, 12-го числа. Олег Ткачев, это его особое мнение. Мы продолжим через полминуты. Особое мнение на 101FM Сегодня это «Особое мнение Олега Ткачева», руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Я хочу еще вернуться ненадолго к теме открытия штаба Навального в нашем городе. Как вы вообще к этому-то явлению относитесь? Ранее Артур Рабашев говорил, что там могут собираться любые люди по различным темам, обсуждать можем все, что угодно. Там какая-то агитационная работа в виде листовок. Да я спокойно отношусь к политической деятельности господина Навального. Ну, просто спокойно. То есть я не являюсь его сторонником или поклонником. Нейтрально, в общем-то. Да. То есть я считаю, что если есть что сказать, то пусть говорит. Если есть возможность организовать вокруг себя сторонников, людей, которые помогают ему в этой работе, ради бога. Пока все делается в рамках закона, ну и пусть делается в рамках закона. То, что это пафосно названо именно штабом, предвыборным штабом президенты. Ну, к этому тоже можно спокойно относиться, раз уж такая терминология используется. Да, то есть мне немножко странно, как это юридическая сущность предвыборного штаба, с учетом того, что Алексею Навальному вообще-то нельзя по закону будет баллотироваться в президенты. Дэлла Панфилова недавно заявила об этом. Но, с другой стороны, я также не понимаю надежды лояльной части общества о том, что на следующий президентский срок, а кого же еще, кроме как Путина? А я тоже не понимаю юридической сущности. А как? Сколько сроков? У нас же есть ограничения. Ну, хорошо, то есть пока в стране муссируются, и там полуформально-неформально там называются два кандидата с разной степенью поддержки людей, с разной степенью разных людей. Это кто, простите? Ну, Навальный и Путин. А, вы их имеете в виду? Да, просто муссируются. Ну, с юридической точки зрения, я по обоим кандидатам, я не могу понять, как это будет выглядеть юридически. А есть ли у вас некая тревога, собственно, за будущее этого штаба? Вот такая история сегодня с личным имуществом Артура Абашева произошла. Ну, скорее всего, там какие-то инциденты еще будут. Вот, я надеюсь, что они будут не такие там сильные и громкие. Мне кажется, что деятельность и конкретно команды Навального, и вообще оппозиции. Любое событие приобретает резонанс. События явно конфликтные. То есть, люди противопоставляют себя действующей власти, и вокруг этого, то есть, много-много-много разных там тихих, громких, там, сильных, не сильных конфликтов. Вот выльется это в плоскость там, в неправовую? Ну, скорее всего, да. Но в каких объемах, я не знаю. Скорее всего, будут и провокаторы. А кто, кстати, эти люди, на мой взгляд, кто вот именно в нашем городе может противостоять деятельности штаба, сторонников Навального? Это какие-то безбашенные абсолютно люди? Если бы я знал, кто поджег машину, я бы сообщил правоохранительные органы. Нет, нет, я имею в виду в целом. Кто может противостоять работе Навального в различных формах? Нет, мне кажется, что в любом случае такие резкие действия, это не просто спонтанное удивление подвыпившего обывателя. Который испытывает личную неприязнь. В это я не верю. То есть, скорее всего, это какая-то организованная группа, имеющая какие-то четкие цели, понимание, что они делают, как они делают и зачем это делают. Я этих целей не понимаю, что хотели добиться сажения машины. Запугать, лишить возможности передвижения по городу. Все вместе теперь появляются. Нет, ну какая-то должна быть доминирующая цель. Артур уже написал, что штаб будет работать, цели остаются, мы не сдаемся. Запугать лично Артура, запугать сторонников из числа, самых юных, пугливых, может быть. Я не знаю, что хотели этим событием показать. Но, скорее всего, там что-то будет еще. То есть, может быть, там придут какие-нибудь вадуштубленные люди пикетировать под стены штаба. Или с зеленкой. С зеленкой. С зеленкой, там краской стены помажут. Ну, типичный ассортимент, чего бывает у нас в регионах России. Много и часто, в общем, да. Продолжается особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Член региональной общественной палаты. Вот как раз про работу НКО хочу спросить. В конце мой был закончен прием на президентские гранты. Заявление – это первая волна, пока осенью вторая. Осенью, да, еще вторая будет. Насколько активно были НКО-штики наши в этот раз? От Кировской области подано 36 заявок. 36. По сравнению с другими годами больше, меньше, примерно так же. Были года, когда было намного больше подано. Были года, когда было меньше подано. То есть, так в среднем. То есть, пока судите, ну, так. Какие сферы представляют эти НКО? Какую значимую работу они выполняют? Разные, очень разные организации. То есть, мы все-таки хотим дождаться результатов конкурса, посмотреть. Вы же знаете, что условия конкурса были существенно пересмотрены. Ну, то есть, появился новый единый грант-оператор. Вот. Все по новым правилам. А суммы грантов? Суммы грантов разные. Сейчас же есть еще градации. Мы об этом, кстати говоря, и в эфире говорили. Да, да. Там по местным проектам, по региональным и по межрегиональным. И появилась градация по суммам. И проекты, ну, волей-неволей, они должны быть вписываться, чтобы рассчитывать на определенное количество экспертных баллов по победе. Мы сейчас тоже собираем информацию. То есть, мы смотрим, с удивлением видим некоторых заявителей. А в чем удивление? Ну, просто раньше никогда не слышали. Ага. И они не высказывали вроде ни сном, ни духом, что хотят получить. То есть, в публичном поле Кировской области некоторые из этих организаций, они не присутствовали. Мы смотрим, ну, как интересно, как много у нас некоммерческих организаций, которые там заявляются. Ну, посмотрим по результатам. Ну, лично вы с ним знакомы? Не со всеми. Нет, не со всеми. Не со всеми, конечно. Нет, просто, может, ходил человек, вроде, здороваешься с ним, он далек от этой сферы, а тут бот заявляется. Ну, посмотрим. А когда будет известно? Ну, где-то в середине июля. Должно быть известно. Кто именно получит, да, эти гранты? Да. На сайте региональной общественной палаты, на сайте УПРФ размещено сообщение о том, что в конце июня университета общественной палаты Российской Федерации будет проводить занятия для НКО со всей страны. В том числе будет там затронута тема, как социально ориентированную работу НКОшников поставить на бизнес-рельсы. Насколько это важно, насколько перспективно. Вы кое-что говорили уже, кстати. Да, бизнес-рельсы, это как бы громко сказано. По закону это называется приносящая доход деятельности. То есть самообеспечение НКО. То есть я был бы просто более точен в формулировках, потому что эти формулировки, они продиктованы гражданским кодексом и нас все время муштруют, тот же Минюст, не называйте это предпринимательской деятельностью. Содержание термина предпринимательская деятельность сегодня немного иное. Все это называется приносящий доход деятельности. Приносящий доход. Понятно. Хорошо. Будем осторожны. Да, я полностью согласен с тем, что необходимо организации учить, помогать, заниматься приносящей доход деятельностью. Буквально вчера у нас состоялась комиссия по развитию гражданского общества, общественной палаты Кировской области. Мы там обсуждали перспективы на 2018 год, а чего же нам в плане развития некоммерческих организаций выстраивать некий вектор, на чем лучше сконцентрировать усилия. Ну и вариантов несколько рабочих. То есть можно расставить приоритеты, допустим, на привлечение в Кировскую область грантов, субсидий, финансовых ресурсов, так скажем. То есть помогать организациям писать, грубо говоря, заявки, выигрывать с тем, чтобы денежки приходили в Кировскую область и тратились здесь. Ну это работа понятная, она ведется уже долгое время. Да. Можно сконцентрироваться на развитии, приносящей доход деятельности. То есть это несколько иные консультации, больше функций сопровождения и обучения тоже совершенно определенным вещам. Можно сконцентрироваться на том, чтобы в веяниях правительства социально ориентированные НКО становились поставщиками социальных услуг. И занимали эту нишу. Но мы так пока и не поняли, правительству Кировской области сколько необходимо или достаточно поставщиков социальных услуг. До сих пор нет информации от регионального правительства? Нет, ну как? Четкой. Разбирались же, говорили. То есть сколько вешать в граммах? Ну ответ был такой. Вот информация опубликована на сайте, кому надо, пусть читают и занимаются. Немаленькие, мол, да, разберетесь. Понятная позиция. Мы-то спрашиваем, мы-то чем можем помочь? То есть что именно и в каких объемах мы можем сделать со своей стороны как общественники, имеющие влияние на другие некоммерческие организации, чтобы что-то им объяснить, какие-то тонкие моменты согласовать. Ну, типа, немаленькие сами разберутся, пусть читают, нормативная документация единая для всех. Это уже не первый раз было сказано, да? Ну да, то есть это подспудно регулярно так. То есть мы не видим какого-то такого большой заинтересованности, большого интереса к тому, чтобы действительно некоммерческие организации становились поставщиками социальных услуг. Потому что это же надо буквально по ним ходить и уговаривать. Требования-то там у ГУГО. Две страницы ГОСТов и СНИПов, которым должна соответствовать организация. И организации разумно понимают, что с таким объемом требований это очень большая административная нагрузка. Ну и черным по белому везде написано, что если это государственная услуга, то следом придут надзорные органы проверять качество и достоверность. Ну а как же, конечно. То есть где те стимулы и каковы те стимулы, которые заставят организацию взвалить на себя и такой объем административной работы и попасть под кучу проверок. Что в этом плане можно поделать? Ну что-то можно. Но пока нет такого. Впрочем неопределенность, она имеет место быть. И вот в этом ряду различных стратегий поведения, стратегий развития сектора некоммерческих организаций Кировской области, конечно, мое мнение тоже такое, что необходимо развивать, в принципе, приносящую доход деятельность, чтобы организации могли самостоятельно стоять устойчиво на ногах финансово, по крайней мере, на самоокупаемость, различные гранты, субсидии, чтобы это уходило, я не знаю, 10-20, может быть, меньше процентов от общего объема финансирования организации, чтобы организация самофинансировалась и не ходила с протянутой рукой, не была зависима от действующей власти, от кого бы то ни было. В роли просящего находиться, конечно, так не слишком по себе становится. У нас сейчас реклама будет традиционная для середины часа. Олег Ткачев, это его особое мнение. Мы продолжим через полторы минуты. Еще раз добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Это его особое мнение. Следующий вопрос, Олег. Я что-то не припомню такого, чтобы к нам так часто заглядывали чиновники федерального уровня. Накануне приезжала замминистра Министерства здравоохранения, зам Скворцовой Вероники Татьяны Яковлевы. В начале года, мы помним, приезжали премьер-министр Медведев, сама Вероника Игоревна Скворцова. Завтра, кстати, ожидается визит замминистра экологии Российской Федерации. А, наконец, в июле анонсирован приезд самого Владимира Владимировича Путина. Что за движуха такая, простым языком выражаясь? Простым языком предвыборный сезон начался. Предвыборный сезон. Все. Другого ответа у вас нет. Ну да. То есть выборы в регионах с прицелом на следующие президентские выборы. То есть понятно, что они идут в комплексе. То есть президент предложил кандидатуру губернатора, временно исполняющего. И кто предложил, тот и морально, и в какой-то степени материально ответственен за свое предложение и должен помогать. За свое детище, да? Но если Путин приедет в конце июля, то это как раз таки практически совпадет с моментом, с днем назначения, да, как раз Васильева. Ну, если как бы выборы губернатора пройдут так, как они рассчитывают, то это плавно перетекает в президентские выборы. Там, следующего года. То есть компания, она не будет остановлена, она просто трансформируется. Ну, да. А что здесь удивительного? Ну, ездят высокопоставленные лица. Есть, хорошо. Ладно, пусть ездят. Хорошо. Про бывшего губернатора Кировской области тоже хочу спросить. Послезавтра, 24 числа, будет ровно год с момента его задержания. Новость об этом, насколько помню, появилась на сайте Следственного комитета. Это в начале седьмого, по-моему, часа вечера, 24 июня 2016 года. И вот накануне Мосгорсуд принял решение о том, чтобы продлить арест Белых до конца сентября. Многие восприняли без радости это решение, потому что считают, что хватит уже мариновать экс-губернатора Кировской области. Давайте уже в суд дело судите и доказывайте, что он действительно виновен. В частности, в нашем эфире известный в Кирове предприниматель наш коллега Азиз Агаев заявил, что он считает, что следствие закончено, держать его дальше под арестом, на его взгляд, неправильно, несправедливо и бесчеловечно. А вы какие испытываете эмоции и какие мысли у вас? Я присоединюсь к этому мнению. К мнению Азиза Алинча, да? Да. Я не знаю, зачем его там продолжают держать. Я не знаю, какое давление на свидетелей он может оказать. То есть, не представляю. Это основная линия, да? Ну, это стандартный формулер. Это стандартная формулировка, которая является формально, по закону, может являться причиной. Если бы следователь сказал, что, а вот лицо мне его не нравится, то, конечно, это бы не могло быть причиной дальнейшего удержания под стражей. Формально причина такова. Вот неформально, черт его знает. Но все это, конечно, грустно, печально. И все это необходимо как можно быстрее прекращать. Недавно как раз 42 года исполнилось. Никите Белых, вы видели, да, эти поздравления, которые шли ему в Фейсбуке? Очень много известных людей поздравляли и желали ему здоровья и освобождения, исхода, собственно, этого дела, благополучного для него. Вот такая реакция широких слоев общественности. Что для вас означает? Ну, во-первых, я бы не стал говорить, что это очень широкие слои общественности. То есть, все-таки... Ну, интернет общественности такой. Это не единственная социальная сеть. И не все пользователи этой социальной сети высказались по этому поводу. Но определенная часть людей, конечно, желают всего хорошего бывшему губернатору. Вот я бы тоже присоединился к этим пожеланиям. Ну, не знаю, наверное, как бы на сравнении, с чем можно связать такую реакцию. То есть, люди помнят добро. Помнят добро. Ну, может быть, еще фактор у нас, у русского человека есть ведь такой. Вот проходит какое-то определенное время, и мы же прощаем, да, как-то остываем. Есть такое. Возможно, были какие-то претензии. Ну, вот сейчас, в прошествии времени, они как-то рассосались. Вы знаете, не так давно мы беседовали в этой студии с лидером кировских коммунистов, Сергеем Мамаевым. Я его спросил, говорю, Сергею Павлинычу, вы как вот лично, по-мужски, по-человечески сочувствуете бывшему губернатору? Понимаете, что он оказался в такой тяжелой ситуации? Учитывая то, как вы с ним, да, какое сопротивление у вас было. И суд был, и сколько, 90 тысяч рублей, по-моему, да, советский районный суд присуждал в пользу белых. Он сказал, да, вот я сочувствую. По-человечески так. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте идем дальше. Очень интересное интервью появилось на днях, да, временно исполняющего губернатора Кировской области. Почитали, да, ТАСС, он дал интервью. Я как-то мельком, урывками, то есть я как-то не вчитываюсь во все интервью первых лиц. Ну, часто дают в последнее время активное интервью. Вот фраза, фраза там, зацепился глаз за нее. Честно говорю, я приехал в Киров, чтобы здесь сделать хорошо. Ну, мы тоже за все хорошее против всего плохого, там замечательно, ну, что можно сказать. То есть такая фраза, ну, вот она вот общая, без конкретики, кому сделать хорошо. А что можно еще сказать? То есть что еще можно сказать? То есть, в принципе, как общий вектор, я приехал, чтобы сделать хорошо. Ну, замечательно, мы тоже очень рады. Мы тоже хотим, чтобы было хорошо. Ну, это же определенный жанр, это же жанр политических интервью. То есть, вот мне вот этот жанр, он вообще перестал быть интересен. Потому что... Вы знаете подноготную? Ну, любые, как бы, фразы подобных интервью, они согласовываются, вылизываются, причесываются. Может быть, в реальности там было сказано что-то большее, там, с каким-то интересным разворотом, с подробностями. Но в итоге, после, там, всех редакторских правок, после, там, прочтения, там, специалистами в предвыборную кампанию, осталось только то, что осталось. Вот. Зато безопасно, зато ничему не противоречит. То, что мы прочитали в итоге, возможно, да? Да. По вашему мнению. Ну, кстати, в интервью Игорь Васильев на протяжении уже последних месяцев, по большому счету, говорит об одном и том же, об успехах, да, в Кировской области. Там, в лесной сфере, в здравоохранении и так далее, и так далее. Вот, вам что-то хочется еще новенького-то на данный момент? Ну, конечно, хочется. То есть... Просто повторяется, по большому счету, одно и то же. Ну, да. Разным изданием. То есть, вот, сколько помню губернаторов, они все занимались, там, лесной сферой, там, ну, и прочими-прочими, далее по списку. Каждый, там, регулярно рапортовал об определенных успехах. Вот. Я даже не помню, там, конкретные успехи. Вот. Кто-то в кубометрах, там, выражал. Но они примерно где-то вот здесь, в одной сфере. Да, 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 да. То есть, в принципе-то, вот, к этим успехам мы уже привыкли и уже не реагируются. Вот если бы, там, я не знаю, вдруг появился, там, новая сфера, там, компьютерных технологий, вдруг. Вдруг? Да. Ну, кстати, у нас кое-какие наметки-то есть в этом отношении. У нас же есть поселок айтишников, например. Ну, да? Ну, вот, вот, вот. Где все это? На энтузиазме. На энтуазизме. Где успехи, там, в каких-то таких вот вещах? Или прорыв в общественной сфере, родной для вас? Ну, нет, нет. Боже упаси. Боже упаси. То есть, любые прорывы в общественной сфере, да, это вот дестабилизация ситуации. То есть, это, когда качнуть в одну сторону, значит, рано или поздно будет отмашка. То есть, маятник качается в другую сторону. Я за эволюционные преобразования и за то, чтобы не было прорывов в принципе, не было прорывов. То есть, чтобы были медленные, но поступательные движения, то есть шаг за шагом, там, кирпичик по кирпичику. Система трансформировалась без революции, без каких-то всплесков. А в плане технологическом, финансовом и прочем, вот такие, ну, построили предприятия. Сразу плюс там сколько там сотен рабочих мест, плюс там сколько там миллионов в доход с налоговых отчислений и так далее. Здесь вот возможны прорывы. Ну, где, где. А если это предприятие не просто очередная, ну, очередная деревообрабатывающая компания, не очередная лесопилка. Если это принципиально там иное предприятие по технологическому, интеллектуальному уровню, то, значит, это будет востребованность определенных специалистов, значит, это влияние на сферу образования. То есть, этих специалистов надо будет впоследствии готовить для работы на этом предприятии. Ну, и так далее. То есть, это вытягивает до собой много-много чего. Ну, вот просто хотелось бы, вот как мечта-то, вот хотелось бы видеть вот такие прорывы. Вот, хотелось бы видеть, что область, Кировская область растет, крепнет, развивается. Вот, появляются какие-то новые производства, там, новые предприятия. Вот, раз за разом, там, населенный пункт к населенному пункту, там, в них происходит что-то интересное, там, что-то строится новое, туда приезжают люди. Вот, хотелось бы это видеть. А еще в этом интервью ТАСС Игорь Васильев, ну, я вот это как упрек воспринял, он упомянул об имидже нашего региона, о котором можно составить представление по новостям. Вот он сказал, что уезжая на работу сюда, он оставил своей 82-летней маме планшет, научил ее заходить в новости и читать вот о том, что происходит у нас. И говорит, что полно чернухи, то сосед пошел на соседа с топором, то ДТП, и больше ничего у нас не происходит. А на самом деле есть очень много хорошего, о чем мы не знаем. Ну, это к вопросу о том, что там, любые события нашей жизни, их, кроме того, что они сами по себе происходят, каждый день происходит много чего. Но это все еще надо и упаковывать, и предлагать, и, собственно говоря, продвигать. То есть интернет на этом и построен. Поэтому там... А, я понял, вот у Артура Абашева сегодня машину сожгли, а у кого-нибудь там сын родился. Да, 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 да. И то, и другое событие. Но они разной ценности, разной важности. И только там опытные люди, условно говоря, журналисты, ну, не только журналисты там, ну, официальных там СМИ, но и в том числе блогеры, там, просто жители там своими заметками, впечатлениями, они придают значимость любому событию. Они могут его описать там с той или иной точки зрения. Там одно и то же событие иногда можно преподнести, что это отрицательное событие, или что после этого события стало только хуже всем. А можно это же событие описать, что нет, наоборот. Вот это лучшее, что могло произойти. Сосед пошел на соседа с топором, а сосед оказался тот пострадавший серийным убийцей. Да, 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 да. Вот что-то в этом роде. То есть, понимаете, как бы судить по новостям, да, из всего этого складывается имидж. Вот, ну, извините, как бы, что людям интересно, они то и обсуждают, то они и пишут, что средства массовой информации опираются на мнение своих читателей. Вот, и дают ровно тот информационный контент, который нужен там своим читателям. В общем, проблема-то, видимо, в обществе в целом. В обществе в целом. Запрос, да? Да. Есть запрос на это еще, пожалуйста. Запрос общества, вкус общества. А это надо воспитывать, и это не один год. То есть, чтобы, если бы здесь, допустим, было популярно, ну, вообще, в принципе, популярна там, культурная журналистика, ну, собственно говоря, обсуждать через прессу, там, события культуры, там, культурная критика, то есть на серьезном уровне. Вот, если бы со школьной скамьи люди привыкали, как бы, писать, там, рецензии на спектакли, то Кировская область славилась бы, там, как бы, именно этим, театральной жизнью. Ну, вот я, к примеру, говорю. Ну, понимаю, например. Смотрите, одна же сфера влияет на другую. То есть, если много людей, умеющих писать, чувствующих, понимающих, там, в какой-то сфере, они же толкают вперед эту сферу. Появляется культурная журналистика, вот, и на эту культурную журналистику уже начинают опираться, там, действующие театры в своих, там, репертуарах, в своей, там, художественной политике, там, и возникают новые институции, которых раньше не было, потому что им интересно работать в поле, где это обсуждается. — Одно вытаскивает другое просто. — Да, одно вытаскивает другое. — По цепочке. Вот, и это работа, ну, не одного года точно. Но этим надо заниматься, вот, чтобы у нас, там, допустим, лет через пять, через шесть появились принципиально иные новости, этим надо заниматься, там, ну, позавчера. Вот, ну, по крайней мере, если сегодня займемся, то эффект будет через, там, сколько-то лет. Ну, я не вижу, чтобы этим кто-то занимался. — Это действительно так. Олег Ткачев — это его особое мнение, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты нашего региона. На этом заканчивается наша встреча. Всего доброго. — До свидания. — Особое мнение на 101FM